Добрый день, меня зовут Сашка Завков, я кинорежиссер. Я люблю свет, звук и ощущения. Родители по максимуму прививали мне любовь к чтению, но не знаю до сих пор, появилась у меня эта любовь или нет. Она такая приходящая-уходящая. Иногда читаешь книгу, и эта любовь проходит. Ну, там, может быть, две-три мысли себе подчеркнул, там, загнул уголок страницы, и на этом все. А потом читаешь другую книгу, и она появляется вновь. Я помню, зачитывался детскими страшилками, на даче проводил время, на природе уходил куда-то и читал эти рассказы. В студенческие годы у нас была литература, стилистика, русский язык и прочее. Нужно было очень много готовить материалов. На следующей неделе, например, нужно прочитать четыре книги. И это притупляет все твои чувства и отбивает всю любовь к чтению. Ну, такой, получается, какой-то фастфуд. Сейчас в последнее время я читаю такие инструкции к применению. То есть это не художественная литература, а больше это какие-то учебные материалы, какие-то мастер-классы. Какой-то вопрос тебя интересует, и ты это читаешь. Ну, типа инструкции к установке посудомоечной машины. Я шучу. Сегодня я расскажу о книге немецкого писателя Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». Это новелла. Она занимает всего 50 страниц. Когда я ее перечитал вчера, еще раз готовясь к этому интервью, просто так понять, действительно, хочу ли я про нее рассказывать, она мне открылась, конечно, в другом свете. Первый раз я ее прочитал, мне было лет так 19, наверное, 20. Она такая, ну, как бы такой грустный романтический рассказ, даже немножко напоминающий такую какую-то женскую литературу. Перечитав ее, сначала мне опять показалось, что нет, наверное, это какой-то слишком сентиментальный роман. Но потом понял, что в этой книге, конечно, что-то есть больше. Главная героиня, будучи 12-13-летней девочкой, наблюдая, как к ним на площадку переезжает молодой писатель. И с того времени она влюбляется в него так, что, казалось бы, ну, это любовь такая детская, которая должна пройти годам к 16-17, и там появятся новые интересы. Но она не проходит. Эта девушка посвящает свою жизнь одному человеку, хотя он даже не знает, кто это. Она переезжает с родителями в другой город, и потом, когда исполняется уже 18 лет, она возвращается в тот город, в Вену, где живет он, в том же доме. И она устраивается на работу к своей какой-то дальней родственнице для того, чтобы его видеть. Она ни разу не признается в своих чувствах, только вот в последнем своем письме. Он получает очередную стопку писем, открывает, и вот там ее письмо на нескольких страницах, рукописное, начинается с того, что у нее умер сын. Потом позже оказывается, что этот сын – это их общий ребенок, о котором она никогда ему не рассказывала. То есть они встречались несколько раз спустя 10 лет. Он совершенно не узнавал ее. И это для нее было болезненно тоже. Ее жизнь заканчивается, она сама уже хочет умереть. Ее сын сутки назад умер от лихорадки. И я думаю, что это такое состояние, когда, ну все, понимание этого последнего момента заставляет ей написать все-таки это письмо и признаться в ее чувствах. Больше 10 лет она каждый день рождения его присылала розы, которые он когда-то ей на первом свидании подарил. Единственной просьбой, которой она в своем письме его просила, это покупать в память о ней каждый год эти розы. Если чуть-чуть коротко об авторе, можно сказать, что этот человек такой трагической судьбы, он довольно такой состоятельный был человек, он пережил Первую мировую войну. И вот когда началась Вторая мировая война, он вместе со своей супругой уехал в Бразилию. Глядя на то, что происходит в Европе, что вот эта война затягивается, они покончили жизнь самоубийством, понимая, что ни к чему хорошему его страна уже не придет. Может быть, и все эти вещи отражались в его романах, конечно, такие трагичные. Эта история кажется очень литературной на первый взгляд, но потом думаю, что и в жизни такие случаи-то бывают. Для кого-то мы все, а наоборот мы считаем этого человека просто обычным знакомым, каким-то, которым мы когда-то встретились, и ничего больше. Книга — это источник каких-то путешествий, каких-то, может быть, философских размышлений. Мы можем погрузиться в разные истории и в разных мирах оказаться, в разных странах. Ты себе создаешь персонажей по твоему представлению, как они выглядят. Ты представляешь себе эти декорации, локации, все вот эти запахи, освещение и все. Ты, собственно, сам себе режиссер. Субтитры создавал DimaTorzok